Время новостей Вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Турецкие бизнесмены встретились с руководством Абхазии. Кавказские бренды в цене. Выставка-дегустация в Сухуми. Золотая лань выберет лучших. Конкурс хореографического мастерства в Сухуми. Правительство Абхазии и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций намерены активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере. Соответствующее соглашение подписали сегодня премьер-министр Беслам Будба и гендиректор агентства Петр Фродков. Документ предусматривает ряд основных направлений взаимодействия. Например, партнерство в сфере поддержки и дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности предпринимателей России и Абхазии. Сотрудничество по вопросам государственной поддержки экспортно-импортной деятельности предпринимателей. Наша страна нуждается в инвестициях, а вы гарантируете людям, которые приедут в нашу страну работать, что их деньги в нашей стране не пропадут или во всяком случае вы защитите эти деньги. Для нас это очень важно. У нашей страны есть огромный потенциал, и многие экономические ниши свободны. И с вашей помощью мы ждем российских инвесторов, российских коммерсантов, чтобы они работали в нашей стране и создавали бы здесь рабочие места. Сами бы богатели, и наша дружба между нашими народами, именно между нашими странами креплась. Нам очень почетно сегодня подписывали соглашение, потому что я и скажу из того, что это практические шаги по реализации тех уже договоренностей в сфере расширения торгово-экономической сотрудничества, которые мы видим между Россией и Абхазией. Мы представляем экспортное кредитное агентство России. Это государственная компания, задача которой, как вы совершенно справедливо отметили, является помощь российским экспортерам и инвесторам в организации их внешней торговой деятельности, выхода на внешние рынки через страхование рисков, гарантирование рисков, которые объективно возникают при любой внешнеэкономической деятельности. И через организацию собственного финансирования. То есть мы исходим из того, что в рамках тех общих договоренностей и тех возможностей, которые предоставляет сейчас Республика для инвесторов, мы дополнительно можем предложить вот тот комфорт, который мы будем с точки зрения практического инструментария, выхода на финансирование, выхода на, собственно, практическую реализацию проекта с точки зрения организации внешнеторговой, внешнеэкономической деятельности. Поэтому тот план, который мы сегодня с вами подписываем, мне кажется, это такой конкретный, что называется, такой для нас перечень мер, которые надо совместно реализовать, чтобы эту работу сделать максимально системной. Вопросы охраны государственной границы и взаимодействия пограничного ведомства ФСБ России с сотрудниками госструктурами Абхазии обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с временно исполняющим обязанности начальника погрануправления ФСБ России Амиром Амировым. Президент выразил уверенность, что все насущные вопросы будут решаться в тесном сотрудничестве. По границе проводятся соответствующими структурами российской пограничной структуры работы, которые важны как и для Абхазской, так и для российской стороны. Речь идет о некоторых аспектах и сложностях, которые могут возникать в связи с неразрешенными процессами, с вопросами по местному населению Угал, очень значительное количество нарушений на границе. Но я думаю, что эти проблемы будут сняты с принятием некоторых законов, которые находятся сегодня в парламенте. Укрепить абхазо-турецкие отношения и оказать посильную помощь Абхазии предложили члены неправительственной организации Стадаката Уши на встрече с президентом Раулем Хаджимба. Эта турецкая организация занимается благотворительностью в разных странах мира. Например, в Африке они помогают местному населению решать проблему нехватки питьевой воды, организуют лагеря беженцев в регионах, где идут военные действия. На встрече с Хаджимба они предложили оказать содействие в строительстве мечети, на что получили ответ, что действовать им лучше через духовное управление мусульман Абхазии. Президент поблагодарил гостей за инициативу и подчеркнул, что народ Абхазии определяет решение, каких задач необходимо в первую очередь. А члены турецкой неправительственной организации рассказали, насколько широка сфера их деятельности. Наши проекты варьируются от проектов образовательных, то проектов гуманитарных, то проектов связанных с оказанием помощи болеющим, то есть проектам по здоровью и так далее. Здесь мы хотим укрепить турецко-абхазские отношения с помощью долгосрочных проектов, в областях, в которых требуется помощь. Планы организации и форму отношений между государством и Духовным управлением мусульман Абхазии были обсуждены на встрече президента с представителями Думы Абхазии. Мусульмане республики хотят проводить свою религиозную деятельность в соответствии с государственной политикой, помогая тем самым руководству страны, сказал на встрече председатель Думы Абхазии Салих Варадсхеля. Вопросы налаживания и развития деловых отношений между предпринимательскими кругами Турции и Абхазии обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Беслана Будва с представительной делегацией турецких бизнесменов, находящихся в Сухуме. Визит турецких бизнесменов в нашу страну носит ознакомительный характер. Глава правительства выразил готовное встретиться с бизнесменами еще раз, чтобы детально обсудить перспективные для Абхазии проекты. К примеру, строительство на территории республики мусороперерабатывающего завода. Более подробно о встрече расскажет Елена Лолова. В составе делегаций бизнесменов, прибывших в Абхазию из турецкого города Коджайли, директоры крупных туристических агентств и торговых центров, строительной и клининговой компании, мусороперерабатывающего завода и текстильной фабрики, а также компании, занимающиеся строительством мостов. В Абхазии важны инвестиции в различные сферы, подчеркнул премьер-министр Беслан Будба. Строительство в нашей стране мусороперерабатывающего завода и текстильной фабрики может стать взаимовыгодным проектом, подчеркнул он. Наша страна готова принять у себя огромное количество инвесторов. Наши все экономические ниши свободны, и мы ждем инвесторов в нашей стране. Визит турецких бизнесменов в Абхазию состоялся по приглашению Торгово-промышленной палаты Абхазии. Ее президент Геннадий Гагуля сообщил на встрече с премьером, что бизнесмены из Турции готовы сотрудничать в различных областях. Например, уже поступило предложение построить в центре столицы, на месте сожженного совмина, офисно-гостиничный комплекс. Очень интересные предложения. Если вы заметили, вся делегация состоит из разных отраслей, разных направлений. Интерес очень большой. Беслан Будба призвал турецких бизнесменов не бояться вкладывать инвестиции в республику. По его словам, Абхазии необходимо развивать инфраструктуру морских портов из Сухумского международного аэропорта. Абхазия рассчитывает получить в ближайшей перспективе разрешение на открытие воздушного сообщения в Россию. Поэтому глава правительства предложил вкладывать деньги в восстановление инфраструктуры аэропорта. Тот, кто хочет вложить в инфраструктуру аэропорта, который пока будет функционировать в отношении с Россией, там есть гостиничный бизнес, там есть торговля, там есть вся инфраструктура, связанная с аэропортом, мы приглашаем к этой работе. Гости из Турции поблагодарили премьер-министра за прием. По их признанию, этот визит помог им разобраться в обстановке и оценить перспективы сотрудничества с Абхазией на взаимовыгодной основе. По окончании встречи Беслан Будба предложил бизнесменов встретиться еще раз, чтобы более детально обсудить проекты, которые они готовы предложить. Судебное заседание в арбитражном суде Абхазии по иску об отмене решения Гагарской районной администрации о запрете на торговую деятельность коммерческого предприятия «Континент» в очередной раз не состоялось. Дело в том, что на заседание не явились представители так называемой «третьей стороны». Это работники охраны собственности Гагарского района. Они не являются участниками процесса, но в ходе судебного следствия их интересы могут быть затронуты, так как именно они осуществляли закрытие «Континента». Суд направил в их адрес еще одно уведомление о проведении процесса. Участники надеются, что на следующем заседании, которое назначено на пятницу 31 октября, соберутся все стороны и судебный процесс наконец продолжится. Сейчас информация с сайта МВД. 27 октября в 8.30 на автодороге Псо-Энгур в Гудауте в районе ЖД вокзала водитель автомобиля «Мерседес» без госномерных знаков совершил наезд на гражданку Сидоренко, временно проживающую в поселке Цандрипш Гагарского района, которая от полученных травм скончалась на месте. Ведется следствие. И в результате профилактических мероприятий в Сухуми, проведенных сотрудниками УВД, 26 октября в 8.30 задержана автомашина ВАЗ-2107 под управлением сотрудника 2-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Гарри Кагарба. С помощью медицинского свидетельствования установлено, что Агрба находился в состоянии наркотического опьянения веществом марихуана. В автомобиле помимо водителя находился пассажир Бадри Кутеля, у которого при личном досмотре милиционерами обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана. Общим весом около 6,5 граммов. При этом Кутеля пребывал под воздействием наркотического вещества марихуана. Ведется следствие. Ровно год назад, 28 октября 2013 года, указом президента Александра Анкваба, секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба был освобожден от занимаемой должности. На пресс-конференции Станислав Лакоба указ о своем освобождении назвал, по сути, указом об освобождении президента. Но это указ не о моем освобождении, это указ о его освобождении, по сути дела. Потому что вот таким образом нарушать все законы, по полгода не собирать заседание Совета безопасности, когда в стране происходит черт знает что. Как секретарь Совета безопасности, который должен предупреждать об угрозах, которые могут быть в стране, я неоднократно после, еще раз хочу сказать, заседания 5 июля 2012 года, неоднократно говорил на эту тему, один на один, естественно, с президентом. Я говорил с отдельными членами Совета безопасности. Я неоднократно в течение, вот, уже обострившегося кризиса между нами, между мной и президентом, неоднократно делал такие попытки как-то урегулировать внутри весь этот вопрос, остановить процесс паспортизации, аннулировать и так далее. Но никакого, не только понимания я не нашел, но более того, мне стали говорить, что этого вообще нет в документах, никакого вида нажительства. В любом другом нормальном государстве вообще до этого бы не дошло. Это закончилось бы все импичментом. Извините меня, когда такие нарушения. Когда фактически глава государства поощряет беззаконие. Когда не наказан абсолютно никто. И оказывается, виновен я, секретарь Совета безопасности, который предупредил общество, государство и страну о том, что нам грозит. Что нам грозит катастрофа. Были очень большие надежды, что человек придет, он наведет какой-то порядок, именно в области безопасности как-то себя проявит. А что получилось? Фактически не оказался даже нормальным милиционером. Сейчас еще несколько дат из истории Абхазии. 28 октября 1903 года родился абхазский поэт Ио Кугони. Впервые он выступил в литературе в 1920 году со стихами, опубликованными в газете Абсне. В 1925 году изданы отдельной книгой поэмы, получившие широкую популярность в народе. Ио Кугони – один из любимейших абхазских поэтов. Многие его произведения вошли в хрестоматии и учебники по абхазской литературе. Его произведения – «Навиим Заучи», «Хмыч Ферутсельнуковен», «Абата Абеслан» и другие – лучшие классические произведения абхазской литературы. 28 октября 1946 года родился Теймурас Ачугба – абхазский историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГОМ, член-корреспондент Академии наук Абхазии. Теймурас Ачугба – активный участник Национально-освободительного движения абхазского народа, член правления Народного форума Абхазии Айтглара. Теймурас Ачугба – кавалер ордена Агзапша третьей степени, награжден почетной грамотой Народного собрания. 28 октября 2004 года украинские спелеологи установили мировой рекорд в Абхазии, спустившись на глубину 2050 метров в пещере Крубера-Воронья. 28 октября 2008 года подписан протокол о сотрудничестве между Абхазией и Пензенской областью. 28 октября 2010 года в Сухуме прошла первая российско-абхазская встреча по вопросам имущественных прав. Кавказская сеть бизнеса и развития и организация International Alert провела выставку-дегустацию кавказских брендов – кавказский чай, кавказский мед, кавказский сыр и кавказский букет, вино. Жители и гости Абхазии смогли ознакомиться, попробовать и оценить продукты, которые разработаны усилиями и совместной деятельностью участников сети и бизнес-сообществ из Южного Кавказа и Турции. Репортаж Белы Квартия. Площадка перед рестораном «Эрцах» превратилась в большой дегустационный зал. Различные сорта сыра, меда, чая и, конечно, всевозможные марки вина и шампанского эффектно украсили экспозиции участников выставки. Здесь представили свою продукцию Абхазии, Турции, Армении и Нагорный Карабах. Гости по достоинству оценили душистый фито-чай, собранный со всех уголков Южного Кавказа. Чай, как таковой листовой, скажем, в Армении не представленный, в Нагорном Карабахе. У нас возникла идея создания фито-чаев, то есть травяных чаев, которые и полезные, и очень ароматные. И мы собрали купажи здесь, смеси разных чаев. С разных регионов. В данном случае, вот вы видите, здесь это зеленый чай из Абхазии, либо из Южной Осетии, и золотарник Армии, из Армении. Здесь есть несколько купажей, мы пока представили три. А это просто чаи из разных маленьких такие чайные комплекты. Участники выставки – представители международной организации «Кавказская сеть бизнеса и развития». Создание многих брендов, представленных здесь, их инициатива. К примеру, бренд «Кавказский сыр» стал результатом сотрудничества бизнесменов различных регионов. В него внесли свой труд сыровары Ширака и Карской области. Рецепт был разработан и произведен в 2007-м. И с того дня в Грузии и в Армении сыр производится также по сей день на продажу. Хочу отметить, что в последнее время тесные связи намечаются между Турцией и Абхазией. И Абхазская диаспора в Турции очень способствует развитию этих отношений, в частности бизнес-отношений, экономических отношений. И хочу еще отметить, что недавно в Турции был принят закон о разрешении обучению на абхазском языке. И это очень радует, этот факт. Я надеюсь, что это тоже послужит развитию отношений международной организацией. Кавказский мед – еще один бренд, который обольстил дегустаторов. В его составе 8 уникальных видов натурального меда из разных регионов. В их числе и абхазский цитрусовый мед, который привлек внимание главы правительства нашей страны. Налаживание производства такого высококачественного меда, по его мнению, очень важно для Абхазии. Мы создали специальную структуру. У нас есть оборудование, завезенное давно, уже два года лежит. Мы хотим установить это оборудование, которое будет разливать этот мед, упаковывать этот мед. И мы с этим медом должны выйти на российский рынок и на внешний рынок. Мы очень заинтересованы развивать этот бизнес. И мне было приятно сегодня видеть, как страны, близкие к нам на Кавказе, занимаются пчеловодством и привезли в Абхазию свою продукцию. И я с большим удовольствием полакомился и все попробовал. Посетители попробовали разные продукты, с удовольствием делали нестандартные миксы, то смешивая орехи с сыром, то пробуя сыр с медом. Оценили и вина с выпечкой, и фрукты с канапе. По их мнению, несмотря на границы, жители любой страны Кавказа должны иметь возможность отведать любой продукт региона. С какой-то ностальгией все-таки вспоминаем, когда народы Кавказа общались гораздо теснее. И вот это мероприятие, эта презентация сегодня говорит о том, что есть очень большие возможности для сближения наших народов Кавказа. И есть желание самое главное. И вот результат этого сближения. Я не могу выделить что-то. На самом деле все как-то очень гармонично сочетается на этой презентации. Поэтому я думаю, что все хочется попробовать. Представила экспозицию Кавказской сети бизнеса и развития журнал «Леди Босс», представив всем возможность оценить уникальную продукцию Кавказа. Хореографические коллективы Абхазии, Россия и Турция встретились на одной площадке, чтобы показать свое мастерство. В четвертый раз в Сухоми стартовал открытый конкурс «Золотая лань». С каждым годом участников становится все больше. Мероприятие завершится в среду галоконцертом в Абхазской государственной филармонии. На открытии побывала наш корреспондент Илана Казанба. Грандиозный микс из зажигательных танцев представил перед жюри конкурса «Золотая лань». Танго, брейк-данс, фристайл, народные танцы – это далеко не полный перечень того, что предстоит увидеть зрителям и жюри конкурса, настоящим профессионалам своего дела. А удивить Майю Герзмава, Вианора Логуа и Яну Цвейба весьма сложно. Конкурсный день открыла старшая группа танцоров. Первыми на сцену вышли артисты из Подольска. К зажигательному танго в их исполнении, возможно, помешало волнение. Результат выступления был далек от высшего. Затем на сцену вышли турецкие танцоры и без преувеличения зажгли зал, что отразилось на оценках. Во второй половине дня соревновались коллективы младшей возрастной группы. Из года в год количество участников фестиваля растет, что, безусловно, радует организаторов. Впервые «Золотая лань» состоялась в 2003 году. Тогда участие в нем приняли только абхазские артисты. Сейчас в конкурсе заявлено более 15 танцевальных коллективов из разных стран. 12 коллективов из Абхазии. Один коллектив из Подольска. Это город-побратим города Сухума. Они не первый раз уже приезжают, но, правда, в этот раз уже новый состав. Новый коллектив приезжает. И из города Картала, Турция. Тоже один коллектив представляет Турцию. Конкурс будет проходить в течение двух дней. В среду 29 октября состоится награждение победителей. Илана Казамбара, Муканки, Абаза ТВ. Юные сухомские спортсменки Анастасия Погосова и Эмма Чакучан заняли призовые места в отборочном первенстве Ростовской области по самбо среди юношей и девушек 1997-1999 годов рождения. Более 200 спортсменов из 22 команд доспаривали медали первенства. Также достойно выступил дебютант соревнований Баграт Боготель, одержав две победы весовой категории до 57 килограммов в схватке за выход. Финальную группу Боготеля уступил чемпиону России, занял 5-6 место. Но, тем не менее, он, как и обе наши девушки, завоевал право участвовать в отборочном первенстве Южного федерального округа России, который пройдет с 15 по 17 ноября в Армавире, сообщает тренер Андрей Погосов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, 29 октября в Столисе ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем плюс 22, ночью 14 градусов тепла. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok